В этом видео мы посмотрим, как создавать собственные альфа-карты в блендере. Сделаем шаблон-заготовку, с помощью которого вы сможете создать любую нужную вам альфа-карту, настроить ее под нужный себе вид и затем использовать либо для высокополигонального скульптинга, либо для текстурирования, к примеру. Давайте начнем. Сначала стираем все из сцены, если у вас что-то есть. Настроим камеру. Эту мы удалили, но давайте создадим новую. Shift-Aid камера. Что нужно с ней сделать? Настраиваем камеру так, чтобы она отображала квадратик нашей альфа-карты. Сбрасываем ее вращение с помощью Alt-R, перемещение с помощью Alt-G и масштаб с помощью Alt-S. Это же можно сделать из цифровой панели. N здесь в разделе Transform, если мы сбросим все параметры по нулям положения и вращения и на единицу масштабирования. Теперь нам нужно переключить камеру на изометрический вид. Переходим в ее свойства и переключаем на режим изометрия или ортографик. Здесь нам будет доступен параметр масштаб изометрии. Сейчас он стоит на 6. Так как мы будем делать квадратик 2х2, то поставим здесь двоечку. В принципе, это не имеет особого значения. Но я просто уже привыкла к стандартному квадратику 2х2. Если мы плоскость, например, создаем Shift-Aid Mesh Plane, она как раз создается с измерениями 2х2. Теперь эту камеру мы можем поднять выше. Но как бы мы ее не поднимали, если мы переключимся на вид из нее, 0 на цифровой клавиатуре, то мы увидим, что ее границы точно охватывают зону 2х2. Так как у нас сейчас в настройках рендеринга не квадратное разрешение стоит, то это и заметно и на камере. Поэтому перейдем в настройки рендеринга и поставим любое разрешение, которое нам нужно. Для этой альфа-карты, которая будет у нас квадратная. Ставим разрешение степень двойки. То есть 128, 256, 512, 1024, 2048 и так далее. В зависимости от того, какой размер вам нужен. Я поставлю разрешение 512 на 512 пикселей. И подниму этот ползунок до 100%. Чтобы при рендере у нас именно вот такое разрешение, которое мы указали, здесь и было. Это будет 100%. Все, теперь у нас камера охватывает квадратик ровно 2х2 клеточки, чего мы и добивались. Еще что в этой панельке нам будет нужно, это параметры сэмплов. Сколько сэмплов у нас будет при рендере. Так как в данном случае нам не важно будет, сколько у нас будет сэмплов в сцене. Поэтому стоит опуститься в раздел сэмплинга. У меня сейчас стоит Blender Internal, поэтому его нужно переставить на Cycles. Будем в Cycles все это делать. Зайдем в раздел сэмплинга из панели Render. И здесь для рендера вместо 128 поставим единичку. Как я уже сказала, это будет в данном случае неважно. На этом настройки нашей камеры закончены. Теперь нам нужно создать модельку или скульпт, или вообще что угодно. Любую геометрию, которая у нас будет в виде альфа-карты, с которой мы будем снимать эту альфа-карту. Можно использовать все что угодно. Ограничений фактически никаких нет. Можно накладывать детали друг на друга. Можно создавать органические и неорганические детали. Я уже сказала, можно скульптинг использовать. Полигональное моделирование со сглаживанием вес. Можно пользоваться автосмуфом, кривыми, короче говоря, чем угодно. Поэтому я просто сейчас поставлю паузу, сделаю какой-нибудь пример. И потом вернусь к видео. Мы продолжим. Вот такую геометрию я создала с помощью кривых. То есть просто повторила несколько дуг вот этих, чтобы имитировать швы. И, допустим, вот здесь у нас тоже идет шнурок какой-то или что-то такое. Можно создавать, опять же, альфа-карту, которая будет повторяться, например, по одной оси. Как вот это, по у. Тогда вот эти просто элементы, которые выходят за пределы первоначального квадрата, нужно продублировать в данном случае на две единицы, чтобы они здесь точно так же отражались. Либо, если вы будете использовать такую с заглаженными краями альфа-карту, можно оставлять только центральный элемент, то есть, которая, если у вас она повторяться не будет, сверху и снизу. Вот. Можно оставлять центральный тогда только элемент, да, и блюрить его по краям весь целиком. Посмотрим просто, как это будет выглядеть. Ладно. Вот. Дальше. Что нам нужно сделать? Теперь, по идее, нам нужно просто настроить композитинг для получения альфа-карты из рендера. Вот. Для начала, естественно, нам нужно отрендерить, да, чтобы какой-то композитинг над этим проводить. Видите, я вот эти панельки сейчас все закрою. Вот. Оставим сверху наше поле, вот, viewport, да, а снизу переключимся на, так, на редактор нодов, да. Вот. Вот эта кнопочка отвечает за композитинг, да, наложенные друг на друга листы бумаги. Вот. И нажмем использовать ноды. Сейчас у нас никакого изображения здесь нету, да, так как мы еще не рендерили ни разу. Давайте нажмем F12. И вот что у нас получится, да. В данном случае у нас вот эта картинка забила наше окно редактора нодов, поэтому переключимся на него снова. Да, мы можем открыть отдельное окошко, в котором будем рендерить, чтобы у нас вот этот редактор не слетал. Вот что у нас есть. У этого изображения, да, у этого рендера есть три выхода. Изображение цветовое, да, альфа и глубина. Если нету глубины, то вот здесь вот в настройках справа, да, настройки сцены в разделе пассы, да, нужно активировать вот эту галочку Z. Эта глубина как раз и есть, которая у нас здесь есть в, да, в выходе депф глубина, вот. Но он должен, по идее, уже быть. Так, теперь нам нужно создать, да, структуру нодов, которая позволит нам перевести вот это вот изображение в необходимую нам альфа-карту. Переключим правое верхнее окошко на редактор UV изображений. И здесь у нас будет отображаться результат нашего рендера, обработанный нодами композитинга. Итак, первый нод, который нам нужен, это из раздела Vector, нод Normalize. К нему мы должны подключить выход глубина. Подключаем, как можем посмотреть, да, мы можем подсоединить вот этот выход к входу композитинга, да, вот этого нода. Вот. И в этом окошке мы можем нажать F12 и сразу увидеть результат, который у нас получается. Сейчас у нас пока что карта, да, с черными участками там, где наша геометрия находится, и белыми, и в остальных местах. Поэтому теперь, чтобы обратить этот эффект, да, давайте поставим еще один нод из раздела Color, RGB, кривые, да. С помощью него мы сможем обработать изображение так, как нам нужно. Давайте инвертируем его, это изображение, подняв левый ползунок наверх, а правый опустив вниз. И вот что у нас получается на выходе. У нас получается вот такая вот картинка. В принципе, да, это уже можно использовать в качестве альфа-карты. Вот. Пока что она еще слишком жесткая, да, для этого мы ее потом еще обработаем нодом Filter. Но пока что, да, вот в этом ноде мы можем по-разному взаимодействовать с кривой, чтобы у нас альфа-карта выглядела по-разному. То есть в зависимости от того, да, насколько вы хотите, чтобы определенные участки, да, вот, например, верхние, были более, да, приподняты, например, на поверхностью. Вот. А какие слабее отображались, да, вы можете этот эффект усилить, опуская кривую вниз. То есть фактически его можно довести до такого уровня, что даже вот эти вот детальки видны не будут. Вот. Если вы его наоборот вверх будете, да, поднимать, то все у вас будет более контрастно, да, и фактически вы уже практически дойдете до состояния на определенном этапе просто черно-белой вот такой вот карты. То есть здесь не будет никакой разницы между высотами, да, вот этих элементов. Останется только черно-белая карта, которую можно там как маску использовать или так далее, да. Вот. Но я опущу немножко кривую вниз, да, чтобы у нас все-таки разница между высотами, да, вот этого элемента и вот этого была видна, так как у нас и есть в геометрии. Вот. И чтобы улучшить ее немного, да, и сделать ее менее вот такой вот четкой, да, чтобы у нас жестких перепадов, например, при скульптинге не было, да, или лестницы, вот, при рисовании добавим из раздела фильтр, ну, вот, блюр размытия, и подключим его сюда. По умолчанию здесь стоят нули по по оси Х и по оси У. У, если мы будем поднимать эти значения потихонечку, да, мы увидим, как наша текстура, вот эта начнет размываться по краям. И эффект лесенки, который у нас, да, до этого был, вот этот вот, он начнет пропадать. То есть, опять же, вы можете поставить эти значения на то, на те цифры, да, которые считаете нужными. То есть, вы можете размыть достаточно сильно, да, фактически подняв до семи, вот, и у вас будет очень размытая такая альфа карта. Либо вы можете их опустить пониже, да, и она будет более четкая, но вот эта лесенка все равно пропадет. Вот. Эта карта, естественно, не сохранена, да, поэтому, чтобы сохранить вот это изображение получившееся, нужно нажать Image и сохранить как изображение, либо нажать F3. И за счет того, что это все осуществляется именно в композитинге, да, то есть, это постобработка изображения, то вам не нужно будет каждый раз перерендеривать ваше изображение, и вы можете, один вариант сохранили, да, на диске, вот. Можете создать себе второй вариант, да, например, вам хочется, чтобы вот так ваша карта выглядела более контрастной, да, бело-черной. Вот. Вы можете этот вариант сохранить, и то есть, все это на лету и без необходимости тратить дополнительное время. Вот. Ну и последнее, да, протестируем просто эту карту. Я вот такую сохраню, да, и посмотрим, как она будет работать. Я сохранила несколько вариантов. Один вот такой вариант со швами по краям, и вот такой вот вариант без швов по краям. И давайте опробуем, как это все дело выглядит. Поставим в любое место нашей сцены плоскость. Перейдем в раздел модификатора, добавим модификатор мультирезолюшн. Переставим его алгоритм на симпл, чтобы он не сглаживался по краям. И начнем подразделение. Я подразделю до уровня 7 или 8, ну, чтобы было достаточно геометрии. Можно было даже 9, да, подразделить. Вот. В принципе, да, все. Можем теперь скуптить. Сделаю эти окошки поменьше, чтобы здесь у нас было больше места. Так. Вот так. Вот. И теперь посмотрим, как это будет все выглядеть. Как будет вот эта текстура выглядеть. Давайте панельку сразу откроем с кистями. Вот. И посмотрим. Ну, во-первых, что касается вот этой вот текстуры, да, в блендере, в принципе, она имеет достаточно ограниченное применение. Мы, в принципе, можем поставить ее на текстуру нашей кисти. Вот. И в качестве текстуры выставить ее. Но даже если мы ее поставим, да, и не в таком простом режиме, а, например, в качестве шаблона, вот, то нам все равно не удастся воспользоваться в полной мере, да, тем, что она таяющаяся, то есть повторяющаяся. Вот. Больше такая альфа-карта, конечно, подходит для других программ, типа ZBrush, да, или 3D-пол, где есть возможность тайлить альфа, да, карты и проводить таким образом, например, полосы, да, целиком поворачивать альфа-карту, да, вслед за поворотами кисти и так далее. Вот. То есть вы можете сделать такую альфа-карту, да, если вы пользуетесь ими. В блендере, да, вы можете, например, воспользоваться вот этим мэппингом шаблон, да, Stencil, вот, чтобы ее создать, да, то есть если мы поставим шаблон, то вы будете рисовать только по тем участкам, да, которые у нас белым цветом на этой текстуре. У меня сейчас стоит зеркало, давайте его отменим, чтобы оно не мешалось тут. Вот. Плюс в качестве метода рисования вместо Space, да, просто, то есть кисти, вот, поставим, например, так, Anchor, да, то есть будем нажимать и растягивать, и вот мы можем таким образом заполнить нашу текстуру. И вот как это выглядит сбоку. Это, конечно, очень большая сила кисти, да, вот, поэтому можно ее снизить до, там, 0,1, допустим. Это будет выглядеть более как-то, да, правдоподобно. Еще раз сделаем тут все так. Но на такой маленькой силе вот эти швы практически не видны, да, то есть надо баланс какой-то найти. Вот. Давайте еще раз попробуем. Шаблон можно двигать с помощью правой клавиши мыши, с помощью зажатого шифта правой клавиши мыши его можно уменьшать, увеличивать, и Ctrl. Правая клавиша мыши позволит этот шаблон вращать. Все эти настройки также есть в разделе текстуры здесь у нас, да. Вот. Поставили, да, вот этот режим. Давайте попробуем еще раз растянуть. Опять же, да, вы видите сейчас, что к центру лучше идет детализация, а по бокам она меньше. Это потому, что по умолчанию стоит спад кисти, да, который представляет из себя вот такую кривую. То есть по центру идет максимальная сила, да, нажатие кисти, а к краям окружности, да, условная, она падает. Если мы поставим режим на линейный, то у нас сила будет одинаковая, что в центре, да, вот этого нашего кружка кисти, что по его краям. Теперь, если мы перейдем на вид сверху, да, расположим шаблон, как нам надо, и создадим поверхность, вот что получится. В принципе, этим можно пользоваться, да, как вы видите, достаточно аккуратно получается. Дело в том, что тяжело будет совместить. Во-первых, размер шаблона, да, может меняться. Во-вторых, если вы крутите назад или вперед, да, колесом мыши, то есть увеличиваете, уменьшаете приближение, вот, то шаблон не изменяется, да, то есть вам нужно будет найти точно то же приближение, на котором у вас было это все, да, чтобы сделать бешевку. Вот, но даже если вы примерно нашли, то давайте, да, начнем растягивать, например. Вот, сделали, да, и все равно... Посередине вот здесь получается артефакты, да, то есть места, которые надо будет каким-то образом исправлять. Вот, конечно, можно, да, все это исправить, вот, и так далее. Вот, но, опять же, это не настолько удобно. Вот, вторая карта, да, которая вот у нас без вот этих вот швов, она в блендере, мне кажется, пойдет лучше, да. То есть ее легче повторить, и даже если она там не, да, не особо с текстурами дополнительными какими-то, тем не менее, с ней будет обращаться проще. Да, если ее поставить, например, на место, мы можем здесь один сделали, да, здесь один сделали, ну, и это так не видно, что вот этих вот стыков, да, тут не будет просто-напросто. Вот, ну, и, соответственно, просто поодиночке тыкать вот этой вот альфа-картой будет удобней, чем карты вот с этими швами, которые всегда, да, надо каким-то образом продолжать. Вот. В принципе, да, опять же, как вот эту проблему можно было решить, можно было вот эту карту сделать так, чтобы швы вот эти вот на вот этот стык верхний и нижний не попадали, да, то есть, чтобы они целиком вмещались здесь, и она бы повторялась только за счет этого. Можно попробовать так сделать, да, то есть, давайте даже попробуем, да, просто, опять же, если неинтересно, можете, да, вот эту часть пропустить, просто я хочу показать, да, как это сделать на всякий случай. Так, да, и так. Так, подвинем чуть-чуть вверх, вот, чтобы примерно одинаковое расстояние здесь было, да, вот, вот эти две можно в данном случае, да, вообще можно не трогать их, да, давайте нажмем F12. Так, вот какую мы карту получили, да, теперь у нас есть результат рендера, давайте сохраним ее, сохраню ее как альфа-3 карту. Вот, переключусь на 3D-вид снова, и если мы вот это выберем, нашу плоскость, да, на которой мы уже тут накалякали всего подряд, вот, и переключим вот эту вот картинку на результат рендера, да, так не работает, подключим альфа-3 карту. Так, тут у меня уже места не осталось, ну, давайте вот здесь покажу, да. Вот, так, здесь у нас шаблон должен быть, да, где он у нас, куда делся шаблон, а, вот он уехал куда-то за край. Вот, у нас есть шаблон, по которому мы делаем, да, мы его сделали, подвинули, и опять же, раз, и опять его поставили, да, то есть вот таким способом можно повторять шоу достаточно просто, и не будет вот этой проблемы, которую надо будет каким-либо образом решать. Ну, опять же, да, вот повороты, вот как делать тут повороты, не очень понятно, да, вот с такой текстурой, да, то есть даже так вот сделаем, тут непонятно, куда чего уходит, вот, и, конечно, в этом плане тут это не совсем удобно, вот. Вот, но в целом, опять же, можно этим пользоваться, да, если хочется создать какую-то вот такую вот детализированную поверхность, вполне можно даже вот этим вариантом пользоваться. Ну, как я и сказала, да, наверное, самым удобным вариантом это будет пользоваться просто обычной картой без всего, без вот этих вот швов, тогда можно будет просто поставить режим, допустим, да, Space. Вот, поставить расстояние между мазками кисти, вот, так, все сделали, сейчас этот режим Стенциал отменю, да, сейчас посмотрим, да, вот, и просто можно по поверхности наносить эти швы. Вот этот параметр, да, в разделе строка, а Space, это расстояние между каждым вашим вот этим вот штрихом, и вы ведете просто, да, и у вас автоматически ставится шов. Ну, опять же, да, вот он не поворачивается, да, за кистью, то есть, если вам надо куда-то это повернуть, вам надо, да, разворачивать саму кисть. Ну, это уже, в общем, к теме видео, да, не относится, поэтому оставим это так, как есть, да, это было опять такое лирическое отступление. Вот, ну, на этом, в принципе, все, да, вот таким вот образом можно создавать себе большие достаточно коллекции альфа-карт, причем, да, не надо там зависеть от того, какие карты есть в сети, да, да, если вам нужна карта под какие-то нужды, вы всегда вот таким вот достаточно простым способом можете ее собрать, да, когда у вас есть такой шаблон сцены, в принципе, да, любой объект, который вам нужно, собрали, отрендерили, все, и альфа-карту с него получили, вот, и больше не надо над этим думать. Ну, в качестве практического задания, да, можно создать, там, различные объекты, там, например, альфа-карту, там, шва какого-нибудь, да, пуговицу сделать, там, молнию, да, ну, это все к одежде, да, в принципе, любые, на самом деле, детали, какие-то, опять же, технологические, да, панельки, там, еще что-то такое, да, чего можно, там, прилепить куда-нибудь на робота, на какого-нибудь, вот, и, в принципе, да, какие-то всякие такие мелкие вот финтифлюшки, которые потом надо будет при текстурировании, там, да, например, использовать, или, которые вы на скульптинге можете мелкие детальки какие-то сделать. Опять же, можно попробовать, да, альфу сделать со скульпта, да, с какими-то швами, например, или с трещинами искусственно созданными, да, чтобы вы потом могли пользоваться тоже, чтобы у вас была такая вот личная карта, альфа-карта, да, не те, которые в интернете лежат, вот, которые все используют, вот, а именно какая-то специфическая ваша. Что еще хотела показать, да, напоследок, это то, что достаточно сложные все-таки объекты могут использоваться, да, в качестве вот такой основы для альфа-карты, я там подгрузила ту, которую я делала, да, картинку, сейчас покажу. Ну, где-то она тут у меня была, так, так, да, вот такая вот картинка, вот, это пряжка, да, ремня, вот, она зацеплена, ну, короче говоря, вот, сейчас побольше размер сделаю, вот, и на свободном участке покажу, как это дело выглядит. То есть, вот, как это выглядит. Если издалека смотреть, да, то достаточно правдоподобно это все смотрится. Это к тому, что, да, совершенно не обязательно ограничиваться какими-то простыми формами, достаточно сложные формы выглядят, в общем-то, неплохо относительно, да, и вы можете ими спокойно пользоваться, то есть делать вот такие вот объекты и таким образом, да, разнообразить. Ваш объект, не обязательно ограничиваться там палочками, да, и кружочками, вот, какими-то простыми деталями, то есть из таких сложных объектов тоже получаются достаточно интересные, даже интересные, да, гораздо альфа-карты, которые вы также можете использовать. Вот, ну, это опять, это я болтаю-болтаю все, да, ну, на этом все, спасибо за внимание.